Хохольский. Поселок городского типа, административный центр Хохольского района Воронежской области России, городского поселения Хохольский. Население 7548 человек на 2018 год. Статус поселка городского типа с 1964 года. Городской поселок Хохольский расположен на реке Девица и служит административным поселением одноименного района. Почти рядом с ним, всего лишь в двух километрах от окраин, находится железнодорожная станция. Относительно недалеко от него находится областной центр город Воронеж. Около 42 километров разделяют два населенных пункта. Постоянные селения здесь стали возникать во второй половине 17-го столетия, хотя здешние места были освоены еще с древних времен. До нашествия монголо-татарских войск здесь в 9-10 веках существовали небольшие русские поселения. Долгое время здешние земли находились в запустении, и только после азовских походов Петра I местность вновь стала заселяться сначала служилыми людьми, затем помещичьими крестьянами. Существует несколько версий происхождения названия поселка, который был образован в 1964 году в связи со строительством сахарного завода. До его образования центральное место в районе занимало село Хохол. По одной из версий, первые прибывшие сюда люди строили свое жилье под кронами ветвистых деревьев, внешне напоминающие собой очертания птичьего хохолка. По другой, топоним произошел от татарского слова, которое означает «синий-желтый». Оба эти предположения отражаются в гербе Хохольского района. Современный поселок в основном занимает побережье реки, вдоль которого он протянулся. Лишь его средняя часть врезается вглубь территории по направлению к северу. Главная улица повторяет изгиб русла реки и простирается почти параллельно ей. К западным окраинам примыкает село Хохол. Центром городского поселка служит площадь Ленина, от которой начинается территория городского парка. Живописная зона с тенистыми аллеями завершается прудом, поросшим густой растительностью. Самым оживленным местом Хохольского является торговый рыночный центр, находящийся напротив сахарного завода. В последнее время застройка поселка пополнилась небольшими торговыми комплексами, где продаются самые разнообразные товары. Рядом с поселением проходит автомобильная магистраль, соединяющая Воронеж с Курском. На данном фото на постаменте трактор «Универсал» Владимирского тракторного завода. «Универсал» – это сельскохозяйственный трактор, выпускавшийся на Ленинградском заводе «Красный Бутиловец» с 1934 по 1940 годы. И на Владимирском тракторном заводе с 1944 по 1955 годы. Трактор «Универсал-У-2» был первым трактором, выпущенным на Владимирском тракторном заводе. Также трактор «Универсал» был первым советским трактором, поставляемым из СССР на экспорт. В 1969 году построен асфальтовый завод. В 1970-80-е годы в Хохольском действовал колхоз «Велитий Октябрь», который возглавлял Н.Г. Пегарьков. В 1993 году поселок Хохольский газифицирован. При Доме культуры существует фольклорный ансамбль «Былина», который участвует во всероссийских международных фестивалях. В настоящее время в поселке Хохольске имеется сахарный завод, песчаный карьер, три крестьянско-фермерские хозяйства, ОАО «Зерно» и юбилейное, лицей, неполная средняя школа, два детских сада, профессиональное училище, дом детского творчества, детская школа искусств, библиотека, дом культуры, центральная районная больница и пять аптек. Продолжение следует...